Всем привет, ребята! Я сегодня хочу поговорить с вами о мышлении. Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью с помощью мышления. Занимаюсь этой темой активно и сегодня хочу рассказать вам несколько важных моментов без всяких правил, теорий и других вещей, а просто очень банально, просто, но это работает. Дело в том, что мы с вами очень сильно недооцениваем наш мозг, потому что, по сути, наш мозг задает некий вектор. Представьте себе, что когда вы что-то думаете, вы из головы пускаете такие ниточки со стрелочками, которые куда-то летят. И вот летят они как раз в ту сторону, в которую вы их запускаете. И каждый раз, когда вы говорите себе «не могу», «не умею», «не получится», «нет сил», «умираю», «не знаю, как быть», «не справлюсь», «сложно», «тяжело», «больно», вы пускаете бесконечное количество этих стрелочек, на которые потом нанизываются ваши желания. «Не могу» зарабатывать. Зарабатывать хочу, но не могу. На этой ниточке, как макаронина у вас висит, как шашлык. «Не могу» зарабатывать. «Не могу» быть успешным. «Не могу» сейчас развиваться. «Не могу» покупать. «Не могу» выживать. «Не могу» своим детям стерто, стерто, стерто. Все это хочу убрать. Я хочу, чтобы вы попробовали поотслеживать за собой такие вещи. Например, когда я вам говорю «попробуйте-ка сделать свой бизнес», «попробуйте-ка поучиться». Какая мысль первая у вас возникает? Дело в том, что когда мы очень часто повторяем «эти не могу», они у нас с вами закладываются на подсознательный уровень. Подсознательный уровень – это привычка. То есть, по сути, мы даже не думаем, как утром вы не думаете, как чистить зубы. Или когда я беру часы, например, я не думаю, как их взять, это что такое вообще за приспособление, это сюда. У меня нет таких мыслей, я их беру просто, да, там, интервью, страница, дело. Это привычка. Она сидит на подсознательном уровне. Когда мы делаем что-то регулярно, это закладывается на наш подсознательный уровень. Так вот, если на вашем подсознательном уровне сплошное «не могу», «не хочу», «не получится», «не буду», «не в состоянии», «не умею», «нет-нет-нет-нет-нет-нет», чего вы хотите? Это как, мой любимый пример, вы пытаетесь нажать на газ, но при этом ваша нога полностью вжата в тормоз. И вы будете так выйдете вууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу То, о чем вы думаете, то и растет. Большинство людей думает больше о том, что у них не получится, о том, что страшно начинать, о том, что с них будут смеяться, о том, что кто-то подумает о них плохо. Думая об этом, мы это и притягиваем. В большинстве своем, когда мы с вами прокручиваем то и дело какую-то неудачу или страх, мы обязательно получаем это и как результат получаем доказательства. Ну я же так и думаю, а ты попробуй подумать о другом. Сегодня многие люди говорят, я думаю, война будет идти долго, я думаю, что я не смогу вернуться, я думаю, что после этой войны мы никогда не поднимемся. Я думаю, то, как вы думаете, вот у вас конкретно будет именно так. Поверьте, война это не только про военные действия, это много всего в это входит. И поверьте, ваша может продолжаться очень долго. Но есть другие люди, которые думают иначе, которые знают, как я, что после войны будет очень сильный подъем. Потому что нас поддерживает огромное количество стран, что война дала нам так же, как бы это ужасно ни звучало, но и огромную поддержку мировую, которую многие предприниматели, бизнесы используют для развития экономики страны и, конечно же, для собственного заработка. Это нормально. Поэтому то, что вы сейчас для себя вы хотите увидеть, то вы увидите. Как можно реже говорите себе, что я не могу, у меня не получается. Знаете, я бегаю сейчас по утрам во Флоренции. И я утром, когда просыпаюсь, у меня есть выбор. Я могу сказать, что дождь за окном, я могу сказать, у меня сегодня другие задачи, много дел, мне нельзя устать. Я могу придумать себе любое вправдание. Но я говорю себе главное, ты побежишь. Сейчас будет такой кайф, ты сейчас будешь бежать. Это час времени для тебя, где ты бежишь под музыку, по красивому, красивейшему городу. Твое тело в этот момент наливается кровью, твой организм оздоравливается. Ты чувствуешь, что ты живешь, что ты уделяешь себе внимание, что ты себя любишь. И это даёт мне совсем другое ощущение перед тем, как выйти на пробежку. Я выхожу уже с удовольствием, с восхищением к самой себе. И возвращаясь после этого домой, я понимаю, что большая молодец, что я уже проделала классную работу, я наполнена энергией, я, например, могу сесть и записать для вас видео вдохновляющее. Но стоит мне настроить своё мышление на то, что я нахожусь в другом городе, далеко от своей семьи, что непонятно, когда я вернусь домой, что умирает каждый день огромное количество людей и так далее. И что будет дальше? Ваше мышление либо даст вам сейчас совершить прорыв, либо уведёт вас куда-то вглубь. Ваше мышление либо сейчас вас заставит и скажет, давай поучись, например, смотри видео Ермиловой, приходи к ней на марафоны, там делай что-то. Либо скажет, нет, сейчас не время, сейчас вообще не надо это слушать, всё это фигня, сейчас совсем другие ценности. А какие ценности? Сидеть и что, ждать? Ничего не делать? Страдать? Плакать? Переживать? Что? Что? Спросите себя, а что я делаю? Что я такого делаю? Я не могу сейчас думать про деньги, говорите вы себе. Да? А почему тогда вы ждёте, что вам заплатят выплаты? Почему вы ищете, где можете взять бесплатный еду? Почему вы возмущаетесь тем, что не дают там каких-то отсрочек, каникул, что надо платить за коммуналку, что во Львове подняли сцены? Почему тогда вы этим возмущаетесь, если вам сейчас не дает денег? Почему вы врёте себе? Начните работать над своим мышлением. Это самое ценное, что у вас есть. Это то, что всегда остаётся с вами и то, что всегда определит, кем вы будете. Каким вы будете человеком? Какие у вас будут ценности? Как вы будете себя чувствовать? Что вы сможете дать себе, миру, людям, своим детям? Мышление рулит. Начните читать, смотреть. У меня под этим видео есть ссылка на мою книгу. Если вы её не слушали или не читали, или, возможно, делали это невнимательно, как изменить свою жизнь за один день, сделайте, почитайте. Я много рассказываю там про мышление. Начните смотреть больше вдохновляющего контента, контента обучающего. Также я уже говорила о том, что мой супруг Сергей сейчас создал телеграм-канал, где рассказывает о том, каким образом можно создать свой образовательный проект. Снимает разные видео на эту тему и, в общем-то, обучает людей на этом телеграм-канале бесплатно, как это делать. Подпишитесь на этот телеграм-канал. Возможно, эта тема будет вам интересна. Возможно, вы вспомните ещё кого-то, кто вас заряжает, или какие-то знания, навыки, умения, которые бы вы хотели получить. Напитывайте своё мышление о лучшем. Помните о том, что вы особенный человек, и вы пришли в этот мир не страдать, а созидать. Начните думать о себе как о самом лучшем, талантливом и уникальном человеке, как о человеке, который сейчас получает самый ценный опыт. Начните работать над собой, и вы увидите те изменения, которых, возможно, никогда ранее бы не получили. Я, как всегда, буду благодарна вам за лайки, комментарии, поддержку. И следите за моими тренингами, марафонами, которые регулярно запускаю в моём инстаграм-канале. Всех обнимаю и до встречи.